Прямо сейчас на мне форма Барнаульского Динамо. В ней играли спортсмены 1997 года. Именно в этой форме, на этом поле, в эти ворота забивал голы нападающий Александр Соболев, который прямо сейчас защищает цвета московского Спартака. И ровно 9 лет назад стражем этих ворот был Юрий Дюбин, сейчас он настоящая стена Казанского Рубина. В настоящее время эти двое будут защищать цвета национальной сборной России на предстоящем чемпионате Европы. Поэтому мы с вами можем гордиться, что частичка Барнаула будет на таком крупном международном турнире. Для нас, для всех одноклубников Саши по Динамо 97, он остается таким же простым нашим барнаульским парнем. Все мы его помним в детстве как веселым, очень много забивал мячей, настоящий русский бомбардир. У барнаульских воспитанников, считает футболист местного Динамо, есть все шансы проявить себя на чемпионате. Команда провела сборы в Австрии, по итогам которых на престижный турнир отобрали 26 из 30 футболистов. Им на групповом этапе предстоит сыграть как минимум в трех матчах, которые и определяют дальнейшее участие команды. Первая игра пройдет в Питере. Поболеть за команду массово, как выяснилось, можно всего на двух площадках – Титов Арена и Бар Опера. А вот в парке спорта Алексея Смертина официально из-за коронавируса просмотра матчей не будет. Не будет работать и главная фан-зона последних лет – парковка у торгового центра Арена. Если мы с вами обратим внимание на сетку расписания чемпионата, то мы поймем, что большинство игр выпадает на ночное время. Рядом у нас находятся жилые массивы, находится поселок Солнечная Поляна. То есть игры выпадают на ночь и ночью громкое вещание будет мешать жителям близлежащих домов. На Титов Арене будет работать большой экран. Его установили на фасаде здания. Здесь же для болельщиков организуют и развлекательную программу. Для удобства зрителей планируем на центральной площади организовать какие-то посадочные места. Можно будет летнее кафе. Ну и провести какую-то работу дополнительную, но также со зрителями. В баре и ресторане предупреждают организаторы масочный режим и допустимая наполняемость помещения 50%. Если матч выпадает на ночное время, несовершеннолетних болельщиков не впустят. Для всех остальных без ограничений. До двух часов у нас будет, так скажем, дискотека, работа диджея, бар, кухня. До двух часов можно собраться, потанцевать, настроиться. Ну а потом мы на экранах, всему периметру на телевизорах запускаем трансляции. Будем надеяться, что наша команда выйдет в плей-офф. И вот этот вот праздник футбола, он у нас продолжится, не ограничится тремя играми. Организаторы фан-зоны надеются, что болельщиков, желающих поддержать нашу сборную, компанией найдется немало. Главное, чтобы наша сборная не подвела. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.